11 ноября папиро дэй и поэтому в круглосуточных магазинах прямо перед магазином они выставляют вот такой вот прилавок из конфет конфеты и палочки пепперо и разные любые там подарочные и сладкие наборы тоже позавтракать привет всем голодными сыты меня зовут поля я живу в корее добро пожаловать на мой канал сегодня я вам покажу мой обычный рабочий день я работаю в корейской компании и мой рабочий день начинается с пол девятого утра а точнее 15 минут 9 мы собираемся на мини пятиминутку обсуждаем рабочие процессы в 8 30 уже начинаем приступать к работе работаем мы до 10 30 15 минут перерыв 10 45 приступаем ко второму тайму в корее здесь все поддельно как бы на таймы приступаем ко второму тайму и работаем до 12 30 12 30 до 1 час 30 у нас обед после обедов сейчас 30 до 4 часов это у нас третий тайм он как бы самые долгие по времени он два с половиной часа дальше 15 минут перерыв 4 15 начинается четвертый тайм он до пяти тридцати а с пяти тридцати до шести у нас уже уже после ужина с шести до восьми часов это 5 тайм вот это уже идет как переработка овертайм и за него уже платят полтора раза больше чем за обычное время если допустим берем понедельник вторник то я работаю с 8 30 до 9 часов вечера среду я работаю короткий день это с пол девятого до пол шестого а в четверке пятницу с пол девятого до восьми часов вечера суббота уже по желанию хочешь выходи хочешь не выходи вот они не могут то есть вам приказывать так как это выходной день поэтому она в полтора раза больше оплачивается чем в обычный восьми часовой рабочий день до в субботу работаем тоже 8 часов как и в среду с пол девятого до пол шестого сегодня мы должны поехать на прививку будет у нас пожарная техника безопасности так что оставайтесь со мной я вам все сейчас покажу погнали начнем и пожалуй завтрака бывают у меня такие дни когда вот дома не охота там знаете кушать там хлеб грубо говоря там с маслом с колбасой с сыром и поэтому я приезжаю такой круглосуточный магазин по дороге либо по дороге либо уже когда приезжаю на работу там рядом тоже очень много круглосуточных магазинов останавливаюсь там и завтракаю либо бывает что я просто забегаю в круглосуточный магазин покупаю что-то типа кимпаба либо там гамбургер но гамбургеры и тосты как правило там не очень вкусный вот обычно покупаю либо и кто-то либо кимпаб треугольный еду на работу а на работе у нас как бы безлимит рамена в копах таких бумажных ем на работе получается с коллегами потому что мои коллеги они тоже дома не завтракают они говорят лучше я пять минут на пять минут дольше посплю чем проснусь и позавтракаю и вот что я купил себе круглосуточном магазине это юг кей диан то есть это рамен со вкусом юг кей диана юг кей диан это корейский традиционный острый говяжий суп вот и здесь кстати лапша необычная не как в обычном раме они а как в нашем дошираке она тонкая и по вкусу тоже похоже на нашу дошираков скую лапшу это у нас горячий напиток юча то есть и так такой напиток цитрусовый с витамином c очень вкусный и он несмотря на то что он пластиковые бутылочки он довольно таки горячий это такая булочка чемеи нын с агваку ки это булочка с яблочной джемовой начинкой она просто тает во рту и собственно говоря хот-дог вот такой вот хот-дог он с сыром идет кстати бульон в этой лапше похож на юг кей диан юг кей диан я уже готовил на канале если вы не смотрели то где-то вот здесь будет подсказка переходите по подсказке и смотрите этот чудесный крутой рецепт традиционного острого супа я не стал брать никакие соусы вот поем так как есть здесь получается ходок наполовину сырная начинка моцарелла а внизу уже сосиска обычная сейчас будет писать по-любому комментариях что типа как как ты можешь есть это утром вот испортишь свой желудок и так далее но это на самом деле вкусно и поэтому я ем довольно все-таки просто у нас проходит техника по пожарной безопасности все желающие тушат огонь я иду на вкусный обед наш заводскую столовую а после обеда мы поедем большую больницу для получения прививки от гриппа в этом году мы получаем только прививку а в прошлом году мы проходили такой знаете базовый медосмотр мы пришли на обед у нас на обед сегодня это чемпио чем такие косточки которые варятся очень долго в бульоне и после этого там мясо становится нежным нежным это коди у кым жареные баклажаны что-то похоже на наш кодича но по вкусу он немножко другой пресноват листья перца который называется кучу нип кучу нип этот салат называется фруктовый салат состав этого фруктового салата входит яблоки курма кишмиш майонез следующий у нас любимые всеми корейцами это у нас батат сладкая картошка обжаренного такая в кляре рис обычный и суп один с рыбным тестом это рыбное тесто вот это вот внешнейшее мясо как мне это мясо становится она прям тает во рту поднялись мы на четвертый этаж здесь стойка регистрации здесь даже написано русском языке ведь и че он пащий на русском внизу написано узи он там тоже центр центр гемодиализа и в той стороне тоже центр гемодиализа мы сейчас ждем пока замдиректора пошла узнавать куда нам идти а это будущее стоматология по беспорядку которая находится на полу видно что они еще не доделали это помещение и кстати в прошлом году когда мы приезжали на вакцинацию этого здания вообще не было то есть за год они построили девятиэтажную полноценную больницу нам дали на руки вот такую вот анкету нужно запомнить личные данные на получение прививки вот гриба обычно мы получаем прививки от гриппа где-то в сентябре начале октября но сейчас уже конец октября связано это с тем что из-за неправильного хранения вакцин многие как потеряли свои свойства лечебные и сегодня на 21 октября умирал уже трое человек после вакцинации вот гриппа это был 17-летний парень бабуля 78-летняя и дедушка которым было больше 80 они ничем не болели но после вакцинации кончали поэтому в корейском интернете матери задаются вопросом а стоит ли делать эту вакцинацию детям не будет ли хуже после этого а что самое интересное что у умерших не было никаких серьезных заболеваний несмотря на возраст отправили нас вот сюда удинчили кабинет для опроса написано русском вот он получил уже прививку и говоришь что болит аня по мы уже получили прививку и теперь поедем на работу вот такое вот здание представляете отстроили девятиэтажно в прошлом году его не было что у нас здесь пицца от что у нас здесь за пицца так это наверно половинка пулькуги и половинка с креветкой время ужина и мы пришли опять ту же столовую нашу и вот что у нас на ужин я вам покажу это у нас спагетти спагетти здесь очень кислые интересные корее обычно вся еда либо сладкая либо острая а здесь спагетти кислые вот с томатной пастой дальше у нас идет это копченые кальмар с перцем и с кунжутом очень кстати вкусная вещь я не люблю морепродукты но это прям охотно ем так салат из морской капусты у нас тоже есть такой салат называется у нас у меги чо беру мунде белки милки 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 стандартный это салат из травы какой-то это вот корейские пельмени с фунчозой и с мясом зелень фунчоза мясо фунчоза это стеклянная лапша с рыбными блинчиками о дэн приятного сита только что я спросил у своего начальника корейца почему они любят спагетти вкус-то кислый не сладкий не соленый но он говорит что ты в этом ошибаешься там джан сладко-соленый вкус здесь присутствует но я что его вообще не ощущаю в начале когда было как бы итальянская кухня в корее появилась то вначале ее не особо ели а потом уже как бы пристрастились и сейчас уже итальянская кухня очень популярная в частности пицца одно из самых популярных блюд среди доставок сейчас уже попрохладнело и нам выдали зимнюю форму но здесь кстати выбиты фамилии а это вот зимние штаны они кстати очень хорошие вообще никак не продувает это наша обувь которым называется анджона это ботинки и вот здесь получается железная вставка чтобы не придавить где-нибудь ногу но все я уже приехал домой сегодня я работал до 8 часов такое время дорога от работы до дома занимает около 30 40 минут машин много но при этом нету пробок то есть светофоры все справляются и водилы не тупят поэтому все нормально после работы я приезжаю домой купаюсь после купания я сажусь за компьютер и монтирую видео монтирую видео я сам потому что там нужно переводить с корейского на русский плюс писать титры и там не просто нужно перевести грубо говоря так как дословно да потому что если дословно переводить то там получится какой-то набор слов непонятный для нас вот нужно короче понимать суть смысл улавливать сказанного а это кстати бывает иногда очень очень сложно но вот такой вот день у меня обычный произошел я запечатлел это на камеру показал вам спасибо что вы посмотрели это видео ставьте пальчики вверх пишите комментарии и увидимся в следующем видео всем пока пока